honor 6x это смартфон с двойной камерой сканером отпечатка пальцев металлическим корпусом и на удивление оптимальной ценой именно так нам гласит официальное описание смартфона который я сегодня буду опозревать вообще как бы логично но я поясню это новый смартфон идет на смену по современным меркам старого прошлогоднего 5x обзор которого есть на канале ссылочка будет в описании так что же из себя представляет данный рад начну с того что в дизайне смартфона абсолютно ничего удивительного нет да он смотрится изящней прошлого поколения и что немаловажно он лучше в габаритах ставшим уже привычный в наше время металлический корпус о котором к слову за такие деньги несколько лет назад даже не думали со вставками из выкрашенного под цвет пластика трендовый двойной модуль камеры и сканера отпечатка пальцев под ним который работает быстро имеет функции для ответа на звонки и пролистывание изображений а еще много чего полезного и не очень все но тут сразу добавлю что это бюджетный телефон поэтому тут двойной модуль камеры это уже своего рода неплохая фишка а пока перейдем к внутренней части и нет я не буду говорить какой тут процессор какая тут где дырочка и прочую ересь кому это интересно вы у меня смышленые зрители лайк ставить умеете значите погуглить если надо сможете тут из коробки android 6 версии с фирменной оболочкой motion в 4 1 которая ну на любителя я не знаю под чем там находится дизайнерский программистический отдел но явно под чем-то забористым холлой если вы как-то забрели на это видео но не надо пытаться и в ios и в android еще китайщину запихивать вроде улучшала к лица в камере о которой мы еще поговорим сам интерфейс не лагает все работает плавно нареканий за время тестирования не было ни разу диагональ экрана 5 и 5 дюймов то есть этот показатель остался прежним как разрешение full hd разрешение хватает с головой пиксели не видно оно и понятно как-никак 401 ppi углы обзора у экрана хорошая как и цветопередача откалиброван он завода хорошо лучше даже чем а бедненький флагман lg с их g6 степень подсветки возможно регулировать ручную или же применить для себя самодействующую настройку по датчику освещенности перемещая точку в цветовом круге просто поменяйте температуру экрана установленную по умолчанию сделав цвета экрана более теплыми или же напротив прохладными сенсорный емкостный экран распознает до 10 одновременных нажатий итоги программки antutu тестер всецело признают подобный мультитач что касаемо производительности то тут все предельно понятно было сразу смартфон уверенно совладевает большинством ежедневных задач в играх мощности хватает и на средние даже на высокие параметры графики в нормальных так скажем офисных мессенджерах там браузерах и так далее задачах скорость работ удовлетвори всякого юзера тут он однозначно мощнее прошлогоднего 5x многим будет важно услышать про связь качество связи довольно неплохое хорошо впечатляет гулки мультимедийный динамик с разговорным беседовать собеседником также хорошо я слышу все отчетливо и меня сейчас о самом странном для юзера и понятном для маркетинга камере двойной камере в бюджетном смартфоне фото модуль представляет собой первичную вспомогательную камеру основная камера с 12 мегапиксельным сенсором и фазовым автофокусом 2 вспомогательная она всего двухмегапиксельная но от нее собственно ничего не требуется толком она установлена для определения глубины резкости из-за чего можно уже выбирать после сделанного снимка точку фокусировки фото выходят вполне качественные причем годные результаты можно получить даже при недостаточном освещении любителей поковыряться в настройках есть гибкие настройки и расширенный функционал а вообще сейчас скажу неожиданную вещь подождите держитесь за стул меня больше всего удивила фронтальная камера у нее широкоугольный объектив и модуль на базе 8 мегапиксельного датчика с фронталки снимки получаются очень неплохими с хорошей детализации широким углом что удобно для сэлфи банально но например сфотографироваться с группой людей будет намного проще когда главное не забыть отключить улучшалку лица в настройках камеры что касаемо автономности то тут вполне себе неплохо аккумулятор на 3340 мАч я вам говорил что в обзоре не будет никому не нужных циферок из синтетики но это действительно будет полезно в antutu тестер энергоэффективность 6x составляет 7570 баллов что примерно 8 часов проигрывания видео на полной яркости хороший результат хочу сказать иными словами аппарат гарантированно будет жить с утра до позднего вечера а если вы не активный юзер то сможете два световых дня выжить к слову в настройках можете найти опции по оптимизации энергопотребления да тогда смартфон превратится в тенри с функциями где есть только sms и звонилка но сможет существенно сэкономить вам заряд в целом 6x неприкрыто обрадовал он вышел не только удобнее красивее наружно хотя ничего нового как я и говорил в дизайне нет но еще обошел собственного предшественника по производительности ряду иных характеристик так ведущей фишкой свежего аппарата стала двойная камера хоть это больше про маркетинг но тем не менее то ведь лучше чем без неё кроме неё он имеет возможность поблистать гигантскими размерами оперативной интегрированной памяти интерфейсом nfc а еще скоростным дактилоскопическим сканером могу смело рекомендовать его к приобретению если вам или тому для кого вы хотите приобрести смартфон интересно какие требовательные задачи а важно чтоб телефон просто отлично и долго работал и при этом был особенным друзья большое спасибо что посмотрели данное видео до конца если засмотрели до этого момента обязательно говорите в комментариях что вы супер герой я вам отвечу на каждый ваш комментарий где купить смартфон по актуальной цене вы тоже сможете найти в описании под этим видео но мы с вами совсем скоро увидимся жми лайк прожимая колокольчик подписывайся на канал всего доброго пока пока